Сергей известный всем горожанам экскурсовод интерактивного зала в художественном музее. А еще в период подготовки к зимним играм он был экспертом по созданию безбарьерной среды. Так Сергей Грин стал городской знаменитостью. То, что он еще и рисует, знали немногие. Но оказалось, творчество играет огромную роль в его жизни. Формы, которые художник использует в своих работах, близки к символизму, отмечают коллеги. На первый же взгляд в каждой работе изображены лишь линии и геометрические фигуры. А в целом его картина – это поле для интерпретации. Символы Сергея, нарисованные маркером, заставляют зрителя думать, подключать подсознание и интуицию. Каждый видит что-то свое – орнамент, восточные иероглифы, фигуры. Сам Сергей говорит – все дело в шестом чувстве. На самом же деле, отмечают мастера, это новое направление в искусстве. Есть, как говорят, некая энергетика от человека, исходит. И вот словами ее описать не получается, получается ее нарисовать. Я рисую астральные портреты, это дата с такой некой оболочкой, и то, что я чувствую и ощущаю от человека. Они рождаются, наверное, как говорят, изнутри, рисую душой, если так можно сказать. Рисовать Сергей начал еще будучи зрячим. И тогда в работе он использовал лишь три цвета – белый, красный и черный. Почему – понял лишь после потери зрения. Оказалось, что лишь эти цвета он может распознавать. За 20 лет творчества ни один рисунок Сергея не повторился. С названиями же помогают друзья и знакомые. Предоставил такую возможность автор и на персональной выставке, презентовав одну безымянную работу. Это уникальное событие для нашего города, Сочи, потому что реально воплощаем в жизни подтверждение идеи безбарьерного города, когда не просто создание безбарьерной среды в плане архитектурных городских возможностей, но и продвижение людей с инвалидностью на такие творческие высоты. Несмотря на то, что Сергей не видит кончик кисточки, он решился поработать и с красками. Даже нарисовал свой символический автопортрет. Вскоре обещает удивить снова. К выходу готовится его первая книга «Жизнь в раю под черным солнцем». Галина Моисеева, НГГ Беша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.